Ветер в лицо, радости, свобода, бескрайние просторы вокруг и верные друзья рядом. Все это рязанские фотографы попытались передать на фотоработах, посвященных байкерам. Три автора объединились для того, чтобы познакомить рязанцев поближе не только с современной, красивой, мощной техникой, но и с людьми, которые посвящают мотоциклам большую часть своей жизни. Идея создания подобной выставки принадлежит Андрею Кареву. Когда-то он и сам увлекался ездой на мотоцикле. Правда, тогда их не называли байками, но возможности перед своими обладателями они открывали огромные. Например, можно было проехать в труднодоступное место. Сегодня изменилось многое. Уединенных мест, куда пробраться можно только мотоциклистам, поубавилось, а любители мототехники стали объединяться в специальные сообщества – байкерские клубы. Кто-то относится к байкерам с интересом, другие – настороженно, но стоит только один раз пообщаться с ними – сразу становится ясно, что это за люди. Знаете, когда я первый раз показал вот эти фотографии, наш тогдашний глава нашего союза фотохудожников сказал, «Чего они такие у тебя все романтичные?» Вот на самом деле, вот если вы попадете на это мероприятие, увидите, что более доброжелательных, более приятных вообще людей найти достаточно сложно. Сегодня для Андрея Карева мотоциклы остались в прошлом, а вот для его соавторов – Ксении Фокиной и Светланы Бирюковой – байки в будущем и даже настоящем. Я наконец-то решила исполнить детскую мечту и купить мотоцикл. И меня пригласили, говорят, поехали, посмотришь, что хоть это такое на самом деле. Ну, я приехала, пофотографировала, очень понравилось, познакомилась с людьми, посмотрела на мотоциклы, посмотрела вообще на все это, на атмосферу, на эту дружественную какую-то, искреннюю. Ну, так вот и села на свой мотоцикл. Елену интересуют не только люди, но и машины. Их порой грозный вид, мелкие, но невероятно брутальные детали. А вот Андрея Карева больше интересуют люди. Я люблю снимать людей, причем я люблю снимать людей когда-нибудь в такой ситуации. Вот одна из моих выставок, самая большая, это «По нашествия» была, допустим. То есть вот, когда люди собираются, они готовы к съемке, они тебе, можно сказать, позируют, они раскрываются, это очень интересно. Насколько фотографам удалось передать атмосферу байкерского сообщества, пришли оценить герои фотографии. Частично, скажу так, да. Ну, в основном вот фотографии колонны, я смотрю, сбор колонны, отъезды. Самое основное раскрытие лиц, это будет когда вот момент мероприятия, концерта, вот тогда да, там полностью раскрытие происходит. Наверняка у рязанских фотографов будет еще не один повод побывать на подобных мероприятиях и от души, а может быть больше для души, поработать, пытаясь уловить те самые мгновения, которые и раскрывают душу, причем не только человека, но и техники. Выставка «Ветер в спину» будет работать на первом этаже библиотеки имени Сергея Есенина до 17 августа.